Лес – это настоящий кладезь целебных растений. Много веков назад наши предки использовали травы, побеги, коренья для лечения самых разных болезней. Подобный опыт врачевания актуален и сегодня. Лидия Ивановна – травник со стажем. Тяга к растениям появилась у женщины еще в детстве. В войну ее дядя лечил партизан, отец был лесником, а она стала травоведом-целителем. Чтобы убедиться наглядно, что почти каждое растение – целебное зелье, наша съемочная группа решила провести лесную прогулку. И вот первый полезный ингредиент. Очень полезненькие вот эти вот побеги. Их надо навыдергивать и потом заливать водичкой. И пить на второй день уже пить как просто воду. Такая вода настояна содержит много витамина С. А вот это трава мать и мачеха, настоя из листьев которой многие применяют при простудных заболеваниях. Тепленькая – это мать. А вот так вот холодная – это мачеха. Но она очень хорошо лечит простудные заболевания. Все знают, что при простудных заболеваниях надо пить чае из высушенной травы мать и мачеха. Собирать травы рекомендуется в сухую погоду после обеда. Особенно среди травников популярен день на Ивана Купалу. Есть даже поверье, что именно в это время все травы приобретают сверхъестественную силу. А вот это ядовитое растение барвинок. В старину его применяли в любовной магии. Барвинок малый. Обычно он растет на поле. Но вот и встречается и в лесу. Это несколько ядовитое растение. Но с серьезной болезнью, ни одну серьезную болезнь без ядовитое вылечить невозможно. Наверняка детство каждого из нас не обходилось без подорожника. Именно он средство номер один при разбитых коленках. И все в детстве знают, что если появилась рана, то надо подорожничком приложить, вот листиками подорожки. Да, сразу не пройдет, но очень в мой хорошо вытягивает. Не дадут загниваться и быстро начнет ранка затягиваться. А вот и мастер-класс, как варить чай из белорусских трав на лоне природы. Это ежевика, это вот малина, это вот чернишник. Помещаем все в котелок на 15 минут и ароматный, а главное полезный напиток готов. Виктория Ходосок и Сергей Васюкевич. Утро. Студия. Хорошего настроения.